короче ребят я тут в небольшом шоке мне надо было значит разгрузиться смотрите как а у них механически она она механическая электрическая мне дали короче моторы тяжелые тяжелые электромоторы там какие-то трехфазные такие промышленные и две с половиной тысячи паундов на меня загрузили три полета и там 6 моторов по моему и сказали короче поедешь и когда ты будешь близко скинь диспетчера говорят скинь тогда локацию где ты и там говорит поезд курсирует 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 желтый поезд промышленный такой и где они будут находиться ты туда подъедешь и они тебя разгрузят короче я сначала приехал мне дали адрес я говорю я еду там то там то через час буду они мне дают адрес диспетчера я подъезжаю вот к той штуке здание то они говорят такое-то здание туда подъезжай я подъехал стал там разгружаться неразбериха получилось ребята там глянули документы грит нет не надо разгружать уже там наполовину выгрузили говорят это не к нам а я говорю а кому а он риту тебя здесь указано railroad railroad железная дорога и тут я вспоминаю что там поезд курсирует опять что они где-то будут и я понял что мне это здание дали как ориентировку просто как ориентировку обратно меня загрузили половину то что успели выгрузить обратно загрузили стал звонить диспетчерам диспетчера не могут дозвониться позвонил своей дочке кристине она слава богу но такой специалист очень хороший по всем этим перевозкам и она дозвонилась до брокера объяснила ситуацию брокер говорит да да мы дали говорит просто это здание а рядом сейчас вот они где-то час здесь будут стоять желтый поезд пускай он подойдет к этому желтому поезду найдет команду там постучит по вагонам они выйдут и в общем так я и сделал постучал походил нашел одного человека потом еще ребята подошли вот у них такой трак и они вручную ребят я в просто в шоке они вручную выгружают уже третий мотор вот смотрите раз мотор два три и еще там у меня в салоне и вот так они выгружают ребят сейчас они куда-то их повезут наверное или что я не пойму в общем вот так вот я думаю что вообще им надо какой-нибудь электропогрузчик возить возить какой-нибудь электропогрузчик в этом вот в поезде и как-то раз его упустил подъехал выгрузил загрузила опять этот погрузчик заехал но может это сложно ну вот вручную ребята молодцы я в шоке я в шоке КОНДИЦИОНЕР 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 вы его там где-то поймаете, или он вас поймает, в общем, вас разгрузят. Потом я когда поехал, говорю, ребят, ну я там через полтора часа буду. Они говорят, окей, какой ваш зип-код, где вы находитесь, я говорю, там-то, там-то нахожусь, там-то я скоро буду. Они мне говорят, хорошо, езжайте вот на такой-то адрес. Я приехал на такой-то адрес, оказалось, что это здание, там что-то с церковью связано. С Донейшн, Донейшн-центр, центр пожертвований, церковь, какая-то там еще организация. Но я вот эти структуры, я очень хорошо знаю, это отдельная тема. Я так думаю, зачем я сюда приехал, у меня вроде железная дорога. Ну ладно, окей, окей, посмотрели, вроде к нам, говорит, выгружайте. Стал выгружаться, одну палету из трех выгрузили, мужчина прибегает, не надо, не надо, мы сейчас обратно вас загрузим, это не к нам. В общем, стал выяснять, диспетчерам позвонил, диспетчера, ребята, что-то быстро ничего не смогли решить, позвонил своей дочке. Но дочь 6 лет в транспортной компании отработала с большими траками, такая, заместителем директора уже ушла. И, короче, она быстренько, с трудом, с трудом, но быстренько дозвонилась до брокера, там трубку не хотели брать. Вот, и выяснилось, что это здание мне просто дали как ориентировку. В общем, выяснилось, вот этот мужчина, который меня в этом донейшн-центре в церковном разгружал, он говорит, это тебе дали как ориентировку. Здесь ходит желтый поезд, в общем, тут все принимали участие в моей выгрузке, выясняли, что мне делать. Здесь, говорит, ходит желтый поезд, и он сюда приходит на 1 час. Он здесь стоит обычно 1 час и уходит. Ребята, какие-то железнодорожные работы. И, видимо, они, говорит, сюда подъехали и просто тебе дали наш адрес для ориентировки. Вон, говорит, вдалеке желтый поезд, езжай туда. Подъехал к этому желтому поезду, коротко очень рассказываю. Вот, стал ходить, ездить вокруг, смотрю, он, знаете, как поезд-призрак. Ни одного человека нет, он такой промышленный, страшный такой, суровый. Ходил, ходил, ездил вдоль поезда, стал бибикать, бибикал, бибикал, из одного вагона вылазит малый. Я говорю, как я тебя рад видеть, как я тебя рад видеть, говорю, слушай. Мне, говорю, ну, объяснил всю ситуацию, говорю, так и так. Он говорит, да, да, говорит, мы тебя тоже ждем. Увидели, что ты ездишь тут вдоль нашего поезда. Я говорю, так и так, вот три палеты тяжелых разгрузить. А он говорит, ну, давай мы тебя сейчас разгрузим. А я говорю, как вы меня разгрузите, руками, что ли? Он говорит, да, как-то маскл, мускул, маскл какой-то. Он говорит, ну, короче, с помощью мускульной силы. А я говорю, да ладно, они очень тяжелые, вы не сможете разгрузить. Я говорю, вы не подымите, говорю. Я говорю, там вот, когда-то занимался этими тяжестями, говорю, так я поднять их не могу. А они говорят, ну, мы, говорит, молодые, подымем. Я говорю, не подымите. Короче, позвал еще трех людей, трех человек. И они не смогли поднять, но ребята молодцы. Короче, они распаковали все коробки, распаковали. Все оттуда подоставали, там запчасти всякие. И руками, короче, подогнали вот такой трак у них, белый трачок этот, машина. Они подогнали. У них такая штука опускается, вот эта механически, на электроприводе. Вот она сейчас у них опущена. Они подогнали, как можно ниже опустили. И вручную, там было то ли три, то ли четыре мотора. И вручную эти моторы, ну, моторы там килограмм по сто, ребят. Вот они втроем один сто килограмм, ну, может, восемьдесят килограмм. И они вот такие три мотора по восемьдесят по сто килограмм. Вручную, на жаре. Им жарко, грязные, как бы вот. Ну, такие это, тяжелая работа. И они вручную все это, короче, в трак вот сложили. Я все это сфотографировал, снял вам небольшое видео. И я так вот поразился, думаю, ну, неужели нельзя им придумать какой-то электропогрузчик на колесах, чтобы он съезжал с вагона как-нибудь по-хитрому. Съехал с вагона, подъехал, меня погрузил. И опять по какой-нибудь наклонной плоскости как-то заехал обратно или его подняли. Но все-таки уже на Луну слетали. На Луну слетали стволовые клетки, овечку доли вырастили, расщепили там. Большой андромный коллайдер расщепили там все, клонировали. Ну, в общем, все уже сделали, ребята. А тут и вот грубая такая мужская сила разгружает. Америка, штат Северная Каролина, 2021 год. Я считаю, что недосмотр, недосмотр. Надо более щадяще к людям относиться. Ну, может, это у них бывает раз в месяц. Может, какая-то нестандартная ситуация, я так думаю, потому что какие-то запчасти им пришли. Так что вот так, ребят. Сейчас себя покажу. Тоже тут весь вспотел. За ваше здоровье, ребят. Решил маленькую баночку колы выпить. А, и я им вынес Билл Офф Лендинг подписать. Говорю, подпишите мне, пожалуйста. И вот сейчас четвертый пришел, а их было трое все время. Вот, и я вынес им три баночки колы холодных. У меня они около этого, около, не холодильника этого, а кондиционера лежали, короче, холодные. Я им три баночки дал, смотрю, довольные стали. Жарко, жарко, ребятам. Вот, ну все, ребят, поехал я, поехал. Ехать мне три часа до дому. Завтра у меня длинный рейс на Чикаго. Поеду на Чикаго, там то ли 730, то ли 740 майлов. Ночной рейс. Вот, но там цифра хорошая. Если получится, обязательно вам все сниму, ребят. Все, поехали. Ну, улыбаются вроде, улыбаются. Жарко, очень жарко. Думаю, водички, да. Ну, наверное, есть у них вода в этом, в машине-то, я думаю, или как. Не знаю, ребят. В общем, вот так вот, ребят. И вот этот поезд. Поехал, как и приезжал. По этой дороге я приезжал, по ней буду выезжать. Три, два, один, го! Да, тяжелая работа у них. Тоже вот я все говорю, ой, тяжело ехать. Вот завтра 730 майлов ехать. Сначала 100 майлов до загрузки, по-моему. Что-то около 100 миль до загрузки. И потом 730 миль в обед стартую. И если без остановки ехать, приеду утром в 6-7. Ну, мне там дают до 12, до часу дня. Наверное, 3-4 часа посплю ночью. Ну, ночной рейс такой хороший, полноценный. 730 миль до Чикаго. Думал, у меня тяжелая работа. Вот это тоже не легче. Ну, смотрю, я так вспотел, ребят. Я сам по себе по природе такой не сухой. Не сухой, не сбитый, не сухой. Вот, хоть и занимался там тяжестями, физкультурой всю жизнь. Там различные разряды еще в юношестве. Там и по гимнастике, и по тяжелой атлетике, и по плаванию, по подводному ориентированию в ластах и так далее. Рукопашный бой, там все. Но я вспотел, ребят, конкретно. С меня аж потекло. А, не смотрю, по-моему, у одного чуть-чуть капельки выступили. Но, может, дело привычки. Может быть, они вот так работают периодически. С них уже все повыходило. А с меня только начало выходить. Это, во-первых. Во-вторых, мне где-то... Не где-то, а мне 54 года. А им, ну, там где-то около 30, наверное. Между 25 и 30 с хвостиками, в основном, я так смотрю. 25-32, вот так вот. Ну, 20 лет разницы все-таки. Ну, и, может быть, каждый день вот так трудятся, уже с них все лишнее вышло. Так что, вот так, ребят, это город, грубо говоря, Гринсборо, по-моему. А, не далеко от Шарлотта. Вот так и разгрузился, ребят. Да, значит, по расстоянию тут совсем маленький груз. Я заканчиваю видео. По расстоянию по ценам. Сейчас я пристегнусь. Короче, по расстоянию по ценам. 100 миль доехать до загрузки. 100 миль пустых до загрузки. Взять три палеты. Правда, такие они на 2 500 вышли. И 110 миль до разгрузки. 100 пустых и 110 с грузом. За все это мне заплатили 250 долларов, ребят. Я не отказался. Сейчас летом с грузами не очень хорошо. Я не отказался. Смотрите, какие деревья шикарные. Шикарные деревья. Вот. Почему? Потому что 100 миль до загрузки я проехал, грубо говоря, за полтора часа. И 110 миль тут немножко по горам проехался. Проехал за два часа. Полтора до загрузки. Два с грузом. Два часа с грузом. Смотрите, полтора часа до груза. Два с половиной. Два часа с грузом. Это три с половиной. Полчаса меня грузили. Четыре. Ну и где-то час я потратил на разгрузку здесь, пока выяснилось все. Пять часов я потратил. За пять часов заработал 250 долларов, ребят. Нормально. А завтра поеду. Большой длинный груз. 730 миль на Чикаго. За 850 долларов. Надо будет потрудиться. Ночью ехать. 850 долларов. Так что... Ну вот так вот выглядят будни. Будни работы на Вене. Все, ребят. Поехал домой. Если будет что-то интересное, как я говорю, обязательно вам сниму. Пока-пока, ребят. Всем привет. Благословений. Будьте любимыми. Любите сами людей. Будьте хорошими людьми. Все. Всех благ. Исполнение желаний, ребят. Какие красивые вот эти деревья красные. Надо узнать, как называются. Северная Каролина. Гринсборо. Убираете желания. Продолжение следует... Продолжение следует.